всем снова привет на моем канале в этом видеоролике покажу вот такой ресивер sky vision 350 s hd обзор на этот ресивер будет по следующей причине мне просто интересно что же было здесь это кстати ресивер достаточно такие уже давно произведенный и использованный он 2016 года выпуска евросоюзе где вот такой ресивер использовался точнее в германии вообще такие даже кодировка bis и различные прошивки запрещены мне интересно как выглядит меню потому что пульт этот вот он очень похож на сатин тегра лавский кучу различных других марок которые в принципе не очень дорогие на бюджетные ресиверы идут в таком корпусе такого вида пульта идут например сатин теграл с 1218 28 так далее а вот и сам ресивер 12 вольтовый блок питания выносной до сих пор пленки еще кстати имеет две кнопки здесь каналы и питание есть вот такое-то описание sky vision сделан в китае соответственно можно полагать что его теоретически нужно под что-то прошить и собственно имеет еще с карт разъем что свидетельствует о том что он достаточно старый usb 2.0 lnb hdmi пиаксиал и собственно конечно же его разберу и мы посмотрим что там внутри что мне это тоже интересно собственно как и само меню который он нам покажет сейчас на экране стоит даже пломба до сих пор никто его не разбирал за эти восемь лет смотрим что здесь как обычно вот такой зачем-то большой корпус в котором такое пространство это мне напоминает напомнил а точнее ресивер юклан b6 по-моему если не ошибаюсь там тоже достаточно много внутри места пустого вот здесь мы видим сам процессор без радиатора сейчас я посмотрю какое-то и он построен на процессоре али 3510 г если я все верно прочел потому что очень уж не удобно читать надписи на этом процессоре и собственно соберем его посмотрим что из себя представляет меню и можно ли его чем-то прошить другим с учетом того что мы знаем какой процессор здесь стоит собираем и подключаем попробуем потестировать ресивер имеет дисплей на лицевой панели и вот он собственно имеет также в настройках судя по всему настройку яркости в отключенном состоянии точнее в режиме ожидания достаточно долго запускается и видимые все тоже меню только в другой немножко расцветки которая очень мне напоминает sat integral но sat integral выполнен немножко на другом процессоре а именно g66 05 по моему если я не ошибаюсь с так и что еще у нас есть давайте сразу поставлю другой язык для того чтобы было понимание какие пункты меню содержит данный ресивер но как я вижу здесь есть только английский ну оставим его сохраняем и так installation у нас есть пункт меню абсолютно идентичный сат интегралов скому абсолютно факторе то есть здесь можно сбросить настройки юзалс и простой поиск что это пока не могу сказать в клуб и выкол только есть редактор каналов собственно говоря наверное таким абсолютно один одинаковый с с от интегралов ским радиоканала settings в настройках мы видим настройка языка язык субтитров список последних каналов повар low power standby то есть это пункт меню который позволяет полностью выключать ресивер и соответственно подсветка которая говорил стоит она на пятерке usd с этап здесь у нас разрешение все точно также если вы посмотрите обзоры на моем канале того же с 1218 вы увидите что это похожий абсолютно функционал точнее меню функционал вряд ли будет похож потому что здесь я думаю нет так это таймер сна нет эмулятора expansion usb hdd и networks up у нас нету usb адаптера и соответственно сетевые приложения не работ и вот информация о самом ресивере sky vision в марте 2020 года обновилась по и здесь вот вся информация об этом ресивере и собственно говоря вот он такой вот ресивер без эмулятора без никаких наворотов в собственно говоря просто 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 для того чтобы смотреть открытые hd канал и всем спасибо за просмотр подписываемся на мой канал попробую его подключить к спутниковой тарелки кстати к тарелке к плоской которую я показывал своих видео есть два обзора на нее есть собственно обзор тарелки есть установка и настройка девятнадцатого градуса просто на столе и поставил она работал я конечно же с ней еще буду проводить опыт и буду настраивать другие спутники которые здесь видны у меня в том числе 13 градус и туда в сторону востока также попробую что-нибудь принять еще так что подписывайтесь на канал задавайте вопросы всем спасибо пока